На своем участке в летний период наверняка никто не против полюбоваться красивым газоном. И я не исключение. Но, увы, не всегда ожидания реально совпадают. В этом видео я делюсь своим опытом посадки газона. Погнали! Для экспериментального посева газона я выделил около 100 квадратных метров площади и для ровного разделения натянул две нити. Долго думали заказывать трактор или нет и решили копать вручную, для того, чтобы убрать больше сорняков. В процессе копки хотели пару раз остановиться и все же заказать трактор. Но принципиально шли дальше к своей цели, видя в образе на этом месте красивую картинку мягкой травы. Далее нужно было как-то выровнять и сделать свежевыкопанный грунт более твердым. Видимые бугры разровнял граблями, затем придумал сделать из старой детали ЛДСП от шкафа разом игрейдеры каток. Любители кроссфита точно заценят такой подход. Я сделал в этот день полноценную тренировку, проработав большинство мышц сажая газон. После того, как поверхность выровнена, еще раз прохожу граблями, убирая большие комки и делая верхний слой земли более рыхлым. Самое сложное позади, осталось раскидать газон. Если кому интересен мой выбор, вот состав газона и небольшая инструкция. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok После того, как газон притоптали, много семян осталось наверху. Они могли и так прорасти, но мы на всякий случай присыпали сверху слоем земли и песка на следующий день. И снова пролили водой. Старались проливать каждое утро и вечер. Уже на шестой день появились первые всходы, а через 12 дней выглядел газон вот так. Виднелись большие проплешины. Из-за глинистой земли в некоторых местах виднелись трещины в образовавшейся корке. А под коркой не могли прорасти семена. Поэтому мы пока не торопились подсаживать газон и через месяц он выглядел уже вот так и требовал первой стрижки. Поработав триммером, я понял, что постричь кончик газонной травы на пару сантиметров и сделать ровный ковер сложновато. Поэтому перед тем, как сажать газон, нужно задуматься о газонокосилке. Я поделюсь своим выбором и принципом работы, ведь это окажется полезным тем, кто впервые столкнется с подобным инструментом. Моя косилка фирмы Патриот. Модель ПТ-46С. Бензиновая, самоходная. Высота скашивания регулируется легко всего одним рычагом. Оранжевый рычаг – это включение и выключение зажигания. Черный рычаг – это рычаг привода. Он приводит в движение косилку или останавливает. Система кошения 3 в 1. Есть заглушка для функции мульчирования, травосборник с индикатором наполнения, а также есть желоб для бокового выброса травы. Мне понравилось, что косить можно ей не только газон и не только на прямых участках. А для ее управления не требуется прилагать усилия. После первой стрижки газона получилось так, что мы немного запустили уход за ним. Почти 3 недели газон оставался без внимания и вот что из этого вышло. За это время газон уже начал стремиться к размножению, а этого нельзя допускать. Если не говорить о подкормках, то именно своевременные систематические пострижка и полив делают мощную корневую систему и густой мягкий ковер. После того, как срезал высокую траву, сделал высоту скашивания меньше и собрал заодно ранее скошенную траву в травосборник. На этом пока все. Какая будет дальнейшая судьба газона, я пока не знаю. Но зато я теперь понимаю, почему там, где есть красивый газон, на картинке есть и садовник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok